МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Вначале коротко обладно. Ущерб в размере 19 миллионов рублей. В хищении подозревается бухгалтер Махачкалинского роддома номер 2. Сотовые операторы повысят стоимость тарифов. Чем они объясняют подорожание, смотрите через несколько минут. 25 лет Ассалам служит читателю. В день российской печати мы решили узнать, в чем секрет успех одной из самых тиражируемых газет республики. Хищение 19 миллионов рублей подозревается бухгалтер роддома номер 2 Махачкалы. Сотрудники МВД и ФСБ по Адагестану выявили, что с июня 2015 года по март прошлого года подозреваемая начисляла завышенные зарплаты сотрудникам роддома, не предусмотренные законом. В результате неправомерных действий нанесен ущерб бюджету в размере свыше 19 миллионов рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Еще одно хищение, но на сей раз не в денежном эквиваленте. Деревья на полмиллиона рублей вырубили в Тляратинском районе. МВД по республике установило, что в ноябре прошлого года 59-летний житель Тляратинского района срубил деревья ценных пород. Ущерб, причиненный лесничеству, оценили в более чем 500 тысяч рублей. В настоящий момент собран материал для принятия процессуального решения. В республике незначительно снизилась стоимость бензина. По данным Российской службы статистики, если в ноябре 2019 года его средняя стоимость составляла 45 рублей 16 копеек, то к 2020 году цена опустилась до 44 рублей 47 копеек. Отметим, дороже всего топливо на Чукотке. Там оно стоит более 57 рублей, а дешевле всего в Горноалтайске – 41 рублей. А вот сотовые операторы решили повысить стоимость тарифов. Об этом сообщает ряд федеральных СМИ. В Мегафоне пояснили, что на такой шаг они пошли с учетом роста потребления услуг абонентами. Абилайн отметил, что эти меры связаны с требованиями законодательства и развитием инфраструктуры. По прогнозам экспертов, в текущем году в России рост цен на услуги связи может составить около 20%. При этом главной причиной подорожания называют необходимость соблюдения пакета Яровой. Положение закона о противодействии терроризму. Правительство внесло поправки в правила выплат отпускных. Теперь работодатель обязан оплатить отпуск за три рабочих дня до начала согласованной даты. Раньше это должно было быть сделано за три календарных дня. То есть в новом законе будут фигурировать уже рабочие дни. Сегодня по всей стране отмечают День печати. Работники печатных изданий республики принимают поздравления с профессиональным праздником. Одна из самых тиражируемых газет в республике – Ас-Салам. Вот уже 25 лет служит читателю и помогает постичь азы ислама. Потому как главная цель издания – духовно-нравственное просвещение. Мы решили узнать, как руководству газеты удается на протяжении стольких лет не только сохранить свою аудиторию, но еще и увеличивать число читателей. Общий тираж газеты «Ас-Салам» составляет более 140 тысяч экземпляров. Это очень большой тираж по Дагестану. Аль-Хамду лилля, хвала всевышлему. И мы стараемся учитывать мнения наших читателей. Отзывы получаем на электронную почту, получаем письма и изучаем то, что им интересно. Вот это все стараемся затрагивать уже в газете. То есть каждому нашему журналисту, автору, мы получаем определенные задания. И они, хвала всевышлему, справляются с этим отлично. Рождество Христово – один из главных православных праздников. Рождественская архиерейская елка – мероприятие, ставшее уже традиционным в Дагестане. Отметили его сегодня в Русском театре. Елку мог посетить любой желающий. Махачкалинская епархия, как неотъемлемая часть дагестанского общества, вносит весомый вклад в духовно-нравственное и патриотическое воспитание. В шестой год подряд мы проводим эту елку. Она стала традиционной. Это всех нас укрепляет, объединяет. И мы как бы воплощаем ту задумку, ради которой устроено это торжество. Мы показываем, во-первых, и сами себе, что мы живем в одной стране, в одной республике. У нас одно будущее. У нас единые праздники, которые мы празднуем вместе, как большой многонациональной семье. Цель мероприятия сегодняшнего – это поздравить детей и родителей с Рождеством Христовым, с наступившим Новым Годом. И еще раз хочу сказать о том, что мне, как министра по национальной политике и делам религии, очень комфортно взаимодействовать с всеми религиозными деятелями, которые представлены в республике Дагестан основными конфессиями, потому что они понимают свои цели и задачи, они проводят очень большую работу в части духовно-нравственного, патриотического воспитания молодежи. Сегодняшнее мероприятие – это одно из мероприятий в их числе. В фойе театра была представлена благотворительная ярмарка рождественских поделок воспитанников воскресных школ. О большом зале детские коллективы праздник отметили народными песнями и танцами. И о спорте. Путевка в малое паломничество умру за победу. Такой пресс ждал триумфатора первого республиканского турнира по дзюдо, прошедшего в эти выходные в Махачкале. Соревнования с участием около сотни спортсменов из разных уголков Дагестана и субъектов Северокавказского федерального округа проводились в честь заслушанного мастера спорта Тагира Абдулаева. Организатором турнира выступил клуб Universal Fighters при поддержке регионального Минспорта и Федерации дзюдо. Турнир проходит на высшем уровне. Я думаю, турнир удалось, первый турнир провести нормально, удачно. Я думаю, в дальнейшем этот турнир мы обкатаем, как полагается, и будет она международным турниром. У нас, в принципе, я думаю, на это на сегодняшний день есть возможность и полномочия, то, что дают. И человек, который этот турнир проводит, память никого, этот человек заслуживает того. Обладатель главного приза определился путем жребия среди всех победителей. Счастливчиком стал хазавюртовец Магомед Абдулкагиров. Он первенствовал в весе до 81 килограмма. Кроме того, 100 тысяч рублей разыгрывали среди участников категории до 90 килограмм. Первым здесь стал Наджибулла Давудов. По замыслу организаторов турнир станет ежегодным, и в следующий раз ему планируют придать статус мастерского. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok